Всем здравствуйте, друзья мои! Я рада приветствовать вас на своем канале о вязании. Для тех, кто заглянул впервые на мой канал, меня зовут Анна. И сегодня мы продолжаем с вами вязать джемпер кокеткой сверху, который вы можете видеть на мне. Кокетка связана ажурными листьями. Рукавчики я сделала три четверти, а по корпусу пустила дорожки изнаночных петель. Смотрите сами, вы можете их вязать, можете не вязать, можете сделать рукава себе подлиннее, кому как интересно будет модель. А кто-то захочет связать просто себе футболочку. Кстати, прототипом данного джемпера является футболка, которую я вам показывала в своем видео «Летние процессы». Итак, мы с вами в первой части разобрали полностью все расчеты, подобрали пряжу и теперь можем приступить к вязанию. В данном видео я покажу, как я вяжу этот джемпер от начала и до конца. Итак, готовы? Тогда поехали! На спицы номер три, на размер меньше я взяла спицы, чем буду вязать основное полотно. Длина лески у меня 50 сантиметров. Спицы номер три. Набираю определенное количество петель любым удобным для вас способом. У меня 96 петель, я набираю 97 петель. Одна петля идет для замыкания в круг. Набрала 97 петель. Теперь распределяем по леске петли таким образом, чтобы петельки вот этого наборного нашего края, эта косичка, смотрела вовнутрь круга, чтобы вязание не перевернулось. Теперь соединяем в круг. Я это делаю следующим образом. Первую петлю с левой спицы снимаю. Поднимаю первую петельку правой спицы. Аккуратненько. У меня их там 8 сложений. Подняла и первую петлю, которую мы сняли, аккуратненько протягиваю через петлю, которую я подняла. И возвращаю на место. Все, хвостики подтянули. Вешаю маркер начало ряда. И далее вяжу горловину. Горловину вяжу я платочной вязкой. То есть, первый ряд лицевой, второй ряд изнаночный. Так как мы вяжем по кругу. Итак, я вяжу 8 рядов. Если хотите горловинку повыше, то можете провязать 10-12 рядов. После того, как отвязали горловину, переходим на основные спицы. У меня это номер 4. И вяжем далее кокетку в соответствии со схемой. Первый и второй ряд схемы вяжем лицевыми петлями. Следующий, третий ряд. Провязываем 4 лицевых петли. Накид, скрещенная лицевая. Накид, 4 лицевых. Это листочек. Далее накид, 3 петли вместе лицевой и накид. Итак, начинаем. Третий ряд. Ведем счет рядов. 4 лицевых. Раз, два, три, четыре. Накид, скрещенная лицевая. Накид, 4 лицевых. Раз, два, три, четыре. Далее накид, 3 петли вместе лицевой. Каким образом мы их вяжем? Первые две петли снизу слева мы их снимаем на правую спицу. Провязываем третью петлю. И протягиваем ее через две снятых петли. Итак, и вот такая петелька у нас ровненькая получается. Далее накид. И начинаем следующий рапор. Опять 4 лицевых. Накид, скрещенная. Накид, 4 лицевых. Накид, 3 вместе. Накид. Вяжем до конца ряда. Следующий, четвертый ряд. Провязываем все петли лицевыми. Следующий, пятый ряд. Две петли вместе с наклоном влево. Две лицевых. Накид, лицевая, накид, скрещенная лицевая. Накид, лицевая, накид. Две лицевых. И две петли с наклоном вправо. По ажурной дорожке у нас также идет накид, 3 петли вместе лицевой, накид. То есть, вы видите, они здесь повторяются. Итак, пятый ряд. Две петли с наклоном влево. Разворачиваю две петельки и провязываю их с наклоном влево. Можно провязывать протяжкой, кому так удобнее. Две лицевых. Накид. Лицевая. Накид. Скрещенная лицевая. Накид. Лицевая. Накид. Две лицевых. И две петли с наклоном вправо. За передней стеночке, за правой стеночке, подхватываем нить рабочую и провязываем с наклоном вправо. Далее, накид, 3 петли с наклоном вправо. Две сняли, третью провязали и протянули ее через снятую петлю. Накид. И дальше мы начинаем следующий раппорт. И так далее до конца ряда. Дальше провязываем шестой ряд. Все петли лицевые. Далее, девочки, вяжем самостоятельно по схеме узора. Петли, я надеюсь, вам все знакомы. Как вяжется три вместе лицевой, две вместе с наклоном вправо и две вместе с наклоном влево. Я вам показала, для тех, кто не знает. Далее, по схеме узора вяжем полностью весь раппорт. И встречаемся с вами на последнем ряду. Вернее, в последнем ряду. И будем делать прибавки. Отвязала я 29 рядов нашего узора. Узора кокетки. Вот, видите. Практически кокетка готова. Остался последний тридцатый ряд. Вот в этом тридцатом ряду я предлагаю сделать прибавки. Почему именно в тридцатом? Потому как у нас вот здесь, видите, идут накиды. И для того, чтобы прибавки не были столь заметными, мы их сделаем в тридцатом ряду. Вот я уже начала делать. По моим расчетам я делаю в каждом раппорте. Делаю 8 прибавок. Каким образом? Через каждые 3 петли я делаю. Итак, смотрим. Вот у меня первая петля раппорта. Первая петля. Провязываю этот накид. Лицевой. Раз. Вторая петля. Два. Третья петля. Три. Накид. Первый. Следующие три петли. Раз. Два. Три. Второй накид. Раз. Два. Три. Третий накид. Раз. Два. Три. Четвертый накид. Раз. Два. Три. Пятый накид. Раз. Два. Три. Шестой накид. Раз. Два. Три. 8 накид все я прибавила в раппорте вот петли раппорта вот они петли раппорта 24 петли раппорта через три петли я прибавила 8 петель все дальше также делаю в следующем раппорте через каждые три петли делаю накид и так до конца ряда смотрите если у вас прибавок больше можно делать через 2 петли это допустим на размер l можно делать через 2 петли или чередовать 3 2 3 2 это в зависимости по как по вашим расчетам так закончила я делать при бабочки теперь следующий ряд вернее в следующем ряду накиды провязываем скрещенной лицевой петлей и дальше вяжем просто лицевой гладью следующую часть кокетки просто лицевой гладью на то количество рядов которые у вас необходимо по вашим расчетам у меня по моим подсчетам я где-то ориентировочно еще должна отвязать 18 20 рядов на данный момент у меня здесь 12 сантиметров это мне надо отвязать еще 8 сантиметров просто лицевой гладью вяжем 8 сантиметров накиды каким образом провязываем провязываем лицевой скрещенной петлей и так вот у меня три лицевых было я сделала накид я провязываю их скрещенной петлей дальше вяжу лицевые 3 лицевые следующий накид опять я провязываю скрещенной лицевой петлей и так дальше и тогда у нас с вами не будет видно дырочек никаких не будет и не будет видно что мы прибавляли петельки и так отвязываем вторую часть кокетки лицевой гладью отвязала необходимую длину второй части кокетки теперь смотрите что мы будем делать теперь нам необходимо распределить петли на спинку перед и рукава каким образом я это делаю у меня всего 8 раппортов 8 раппортов кокетки раппорты располагается у меня следующим образом 3 раппорта по переду 3 раппорта по спинке и по одному раппорту приходится на плечики как я делаю вот у меня начало вязания вот я повесила стопера смотрите ориентировочно я ориентируюсь что у меня после начала вязания идут идет спинка 3 раппорта считаю раз два три следовательно 4 раппорт у меня будет плечо вот этот раппорт у меня находится на плече я смотрю вот на эту петельку центральную петельку раппорта продвигаюсь по лицевой глади вот смотрите по лицевой глади продвигаюсь и перед этой петель и петлей извиняюсь кидаю маркер маркер вот желтого цвета это будет у меня середина плеча так как на плечо у меня отводится 52 петли это пополам по 26 петель то есть от этого маркера я отми откладываю 26 петель влево вешаю маркер и 26 петель вправо то есть вот эта часть будет мое плечо дальше от этого плеча вернее от раппорта плеча я отсчитываю еще три раппорта 1 раппорт 2 раппорт 3 раппорт это ориентировочно у меня будет перед а четвертый раппорт будет опять на плечо опять же смотрю на центральную петельку провожу вот так вот линию и вешаю перед петлей маркер и от маркера опять откладываю влево и вправо необходимое количество петель у меня это по 26 петель 26 петель влево маркер 26 петель вправо маркер все это у нас плечи затем конечно же обязательно пересчитываем петли вот я пересчитала петли которые у меня остались у меня должно быть по семьдесят шесть петель на спинке и 76 петель вот между красными маркерами на полочке то есть перед у меня все точно все сошло следовать на все мои расчеты верны теперь что мы делаем дальше отвязываем у нас смотрите вот этот маркер маркер начала ряда у меня вот здесь но теперь он сейчас вернее он сместится вот к этому красному маркеру здесь у меня будет начало ряда то есть я провязываю петли спинки лицевой гладью и буду переснимать петли рукава на дополнительную нить либо просто иголочкой можно снимать либо с помощью крючка либо можете просто на другую лесочку закрепить стоперами все и дальше будем делать подрез от вязала петли спинки дошла до красного маркера маркер снимаем он нам больше не нужен и сейчас переношу петли рукава на дополнительную нить вот такую я хлопковую ниточку беру и крючок я буду снимать с помощью крючка каким образом смотрим крючочек в первую петельку вытягиваем рабочую нить затем через эту же петельку вытягиваем закрепляем так скажем и теперь в каждую петельку снимаем и протягиваем через предыдущую и таким образом я снимаю петельки на дополнительную нить и вот таким образом делаю до следующего красного маркера дошли до маркера маркер снимаем а петельку закрепляем через нее протягиваем рабочую нить подтягивая и обрезаем все закрепили вот это будет наш будущий рукавчик все теперь девочки нам необходимо набрать петли подрезов по моим расчетам у меня 8 петель подрезов я набираю петли подреза по открытым петлям что значит по открытым петлям я набираю косичку у меня 8 петель подреза 10 петель просто набираю косичку крючком буду использовать дополнительную нить и так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все закрепила обрезала вот смотрите если перевернуть косичку здесь есть вот такие петельки скажем тогда или дужки и вот за эти дужки мы будем поднимать набирать петли подреза для того чтобы удобно было набирать петли поднимать вот эти вот дужки чтобы они не убежали я делаю следующим образом я их сразу поднимаю на левую спицу вот левой спицей разворачиваю вязание и левой спицей поднимаю эти дужки так у меня восемь раз два три четыре восемь все вот 8 петель теперь разворачиваю вязание как положено и провязываю эти 8 петель лицевыми петель лицевыми петлями просто провязываем лицевыми провязали ниточку подтянули первое последнее последнее петельки аккуратненько раз два три четыре пять шесть семь восемь все провязали и переходим к петлям переда провязываем петли переда аккуратненько мою 8 ниточек довязываем до следующего красного маркера снимаем свое количество петель плеча на дополнительную нить так теперь девочки вяжем корпус и личики у меня слетели вяжем корпус вниз смотрите можно отвязать естественно конечно просто лицевой гладью можно пустить по лицевой глади какие-то ажурные дорожки я отпустила в розовом топе я пустила дорожку из изнаночных петель но первая дорожка должна у вас проходить где-то на высоте сантиметров 13 от подреза дабы чтобы она у вас для чего для того чтобы она у вас не подпрыгнула на саму грудь я уже шла под грудью вот это вот учтите либо можете померить свое расстояние высоту вернее на себе какой какая высота вам необходимо все дальше вяжем вниз длину топа переходим к обработке низа изделия я сделаю также манжет низ изделия of оформлю тоже платочной вязкой обязательно только не забывайте что вяжем на спицами на размер меньше ну и будем переходить к рукавам готов мой корпус отвязала я длину своего джемпера так как я вижу джемпер кокетка у нас была уже готова по корпусу я опустила дорожки изнаночных петель вот смотрите как это смотрится отвязала низ изделия низ изделия платочной вязкой у меня здесь 10 рядов платочной вязкой и сразу же я по ходу дела отвязала рукавчик вот рукавчик готов у меня три четверти и также манжет рукава я отвязала платочной вязкой так девочки смотрите еще хотела о чем сказать как я закрывала низ изделия низ изделия также как и манжеты на рукавах я закрываю методом назад иглой то есть имитирую наборный край если посмотреть вот сравнить да давайте посмотрим горловина где мы набирали петельки обычным способом и низ изделия которые я закрыла методом назад иглой вот посмотрите как это смотрится вот здесь у нас наборный край а здесь у нас закрытие петель смотрится совершенно одинаково кому интересен этот способ закрытия я оставлю вам ссылочку вернее подсказку если вам интересно то можете пользоваться этим способом если нет можете закрывать любым другим способом который вам более подходит более вы к нему привыкли сейчас переходим с вами к вывязыванию рукава что мы делаем нам необходимо снять петельки которые которые мы набирали на дополнительную нить будем снимать на спицу смотрите каким образом вот у нас идет косичка справа налево мы разворачиваем вязание убираем вернее не убираем распутываем распускаем и так вот у нас петелька 1 будет 1 затем поднимаем это вот первая петелька и 7 петлей 1 2 3 4 5 6 7 мы поднимаем вот эти бугорки вот бугорки как бы изнаночных петель можно поднимать сзади можно поднимать спереди смотрите как вам удобно так потянули за ниточку все петля есть 2 3 так подняла я все 8 петель разворачиваю вязание теперь мне в принципе смотрите девчата вы можете снять эти петельки подреза на дополнительную спицу чтобы вам не задействовать основную спицу ну мне не критично мне так удобно в принципе поэтому я и так делаю сразу теперь смотрите петли рукава я снимаю то же самое смотрю по косичке косичка идет вот справа налево вот в эту же сторону до справа налево также я разворачиваю вязание распускаю вот здесь дополнительную нить так подхватываю первую петлю и за ниточку потянула дальше опять же все за бугорочки вот за эти бугорки вот они бугорки и хорошо видно мы их поднимаем и таким образом избавляемся и вернее переснимаем петли с дополнительной нити раз-два пересняла я петли рукава с дополнительной нити сразу себе закрепила спицы на леске имеется ду как закрепила расположила методом magic club я вижу но рукава методом magic club и так далее смотрим и так центральные 8 петель 4 петельки я отдаю на левую спицу сразу переснимаю 3 4 и 4 петли у меня останется на правой спицы и в середине у меня будет находиться маркер начала ряда что делаем дальше дальше надеюсь уже если кто вязал рукава уже все знаете да так берем ниточку и начинаем вязать провязываем 4 петли подреза раз два три четыре и теперь так девочки минуточку потеряла я тут свои 8 сложений так и теперь мне необходимо поднять петельку для того чтобы не было дырочки но хочу сказать так как я вижу хлопковой пряжи дырочка в любом случае может остаться но это не страшно потом уже когда у вас рукавчик будет готов можно вот здесь вот видите вот она петля на в любом случае вытянется можно сбоку вот за стеночки вот за эту стеночку ее подтянуть и вот так вот по ряду подтянуть каждую петельку вернее стеночку каждой петли и так вот растянуть длину ниточки так куда бы мне здесь будет дырка очень большая сюда может быть вот сюда чтоб не сильно да давайте вот сюда все я поднимаю одну петельку мне этого будет достаточно и далее вяжу все петли на спице до до 4 петель подреза довязала я петли спицы не провязав под 4 петли подреза почему потому как сейчас будем поднимать еще одну дополнительную не да вот видите такая вот разница и может оказаться вот такая большая дырочка так я думаю что здесь достаточно поднять одной петли здесь мы не можем будет дырочка здесь тоже спустимся вот на ряд пониже наверно вот в эту петельку это думаю все подтянули а теперь провязываем 4 петли подреза раз два три четыре провязали все вешаем маркер начало ряда теперь нам нужно от этих дополнительных петель которые мы подняли избавиться можно так сказать избавиться либо как мы говорим мы их сейчас убавим и так провязываем 3 петли подреза раз два три петли проект подреза провязали дальше четвертую петлю подреза и петлю которую мы вытянули провязываем вместе с наклоном вправо все и теперь у нас осталось на спицах такое же количество петель какое нам необходимо вернее еще не осталось потому как нам нужно провязать вместе петельку которую мы подняли с правой стороны справа от маркера и так довязываем полностью все петли рукава провязываем и останавливаемся перед петлей которую мы подняли так провязала я петли спицы до петли которую которую я вытянула дополнительно теперь я эту петельку разворачиваю разворачиваю следующую провязываю их вместе лицевой можно провязать просто протяжкой и оставшиеся три петли подреза провязываю лицевыми петлями все следующий ряд и далее вяжем по кругу рукав девочки смотрите если кто хочет отвязать просто топ как у меня розовый топ то после того как убавили вот эти две петли добавочные вы можете еще дополнительно провязать пару рядочков и потом просто отвязать манжет или резиночку как хотите манжет и закрыть все его чтоб будет готов так как я вижу джемпер я отвязываю длину рукава необходимую мне длину рукава у меня рука в три четверти далее на спицах на размер меньше основных теме которые вы вяжете основное полотно отвязываете манжет закрываете петли и все и так вяжу дальше рукав девчата по техническим причинам не удалось мне снять последнюю последние кадры видео где я уже отвязала оба рукава я очень извиняюсь перед вами но как смотрится джемпер вы в принципе видели в самом начале видео сидит очень хорошо пряжа великолепная еще раз напомню это бобинный хлопок вязала я 8 нитей где приобретала пряжу я вам оставлю в описании под видео вот провела я уже тепловую обработку влажно-тепловую обработку посмотрите вот как смотрится кокеточка сидит просто великолепно всем удачи дружных спиц счастливых петелек но я с и на этом прощаюсь с вами пока пока до новых встреч